Здравствуйте! Это Наше Здоровье. Я Виктория Комиссарова. На днях я получила ЭЦМС. Уважаемая Виктория Викторовна, пройдите бесплатно диспансеризацию. Это сообщение говорит о том, что медучреждения возвращаются к прежнему режиму работы, ждут и даже зовут пациентов. В Красноярской краевой клинической больнице также вновь открывается поликлиника и стационары. Сегодня в выпуске узнаем, как они будут работать. Как попасть на прием в главную краевую больницу? У нас есть пациенты, которые должны к нам прийти. И время есть. Вот они подходят, мы по списочке сверяем. Насколько за время карантина выросла очередь из желающих получить медицинскую помощь? Я вот много лет, уже с 90-го года работаю в краевой больнице, и такой ситуации еще у нас не было. Без какой справки пациент не сможет попасть на лечение? Есть 725-й приказ Министерства здравоохранения, который четко регламентирует порядок направления пациента в краевую клиническую больницу. Остановка Краевая больница Остановка Краевая больница, пожалуй, одна из самых известных в Красноярске для тех, у кого есть проблемы со здоровьем. С авто и ЖД вокзалов за медицинской помощью сюда приезжают как жители районов со всего края, так и горожане. Но почти 5 месяцев самая крупная, самая оснащенная и самая многопрофильная больница в регионе не принимала плановых пациентов. Фактически все врачи были заняты COVID-19. С марта месяца на базе нашей больницы был развернут инфекционный госпиталь, базовый инфекционный госпиталь. Сначала на 260 коек, потом, учитывая на большое количество поступлений пациентов, он был увеличен до 360 коек. Это потребовало от нашего лечебного учреждения серьезной очень мобилизации ресурсов. Большие очень силы были брошены на оказание этого вида помощи. Фактически все специалисты и хирургии, и терапевты были переведены на работу в инфекционный госпиталь, в связи с чем, конечно, оказание плановой медицинской помощи было практически невозможно. Базовый инфекционный госпиталь для самых тяжелых пациентов развернули в легочном корпусе краевой. Здесь до сих пор лежат люди с подтвержденным диагнозом. Сейчас их около 200 человек, и новые больные с COVID-19 продолжают сюда поступать. Однако их значительно меньше, чем раньше. Именно поэтому было принято решение возобновить плановый прием. Больница ждет своих пациентов, готовится их принять. Обновлен фасад поликлиники, ремонтируется вход на территорию. Система оказания медицинской помощи, разрушенная пандемией, по кирпичику складывается обратно. Мы в пропускном пункте. Его установили на входе в поликлинику. Это мера эпидбезопасности и своеобразный справочный центр. Пациенты сейчас растеряны, не знают, как действовать, куда идти. Здесь все объясняют, регулируют поток и пропускают тех, кто записан к специалистам. По надувному коридору люди попадают в здание. Внутри непривычно пусто и тихо. До такой степени, что слышно, как идет рабочий процесс. Девочки, сейчас я ЭПГ вчерашний принесу. Это регистратура поликлиники. Кто бывал здесь раньше, не узнает места. За время карантина оно изменилось. Теперь это не общая стойка с окошками, а несколько столов регистрации. На каждого пациента отдельный специалист. Значит, более внимательное отношение. Проходите, проходите. В регистратуре среди посетителей много медиков. После работы в обсервациях и ковид-госпиталях они одними из первых пришли на профосмотры. Все сидят за красной чертой, на безопасном расстоянии друг от друга. После регистрации отправляются к нужным специалистам. Кажется, так было и раньше, но все же изменения есть. Например, из 57 профильных кабинетов в поликлинике работу возобновили только по 10 специализациям. Гематологи, кардиоритмологи, кардиохирурги, кардиологи, неврологи, нейрохирурги, неврологи сказала, профпатологов открываем, сосудистых хирургов, травматолог, еще раз сказала, урологов. Вот 10 профилей в основном. Тьфу-тьфу-тьфу, если заражаемость продолжит снижаться, постепенно начнут принимать и врачи других специализаций. А пока те, кто уже вышел, будут работать в две смены. Например, у нас два кабинета акушер-гинекологов. Они оба работали в первую смену. Для того, чтобы развести потоки, мы сделали один кабинет с утра, а второй кабинет будет работать с 12 часов, чтобы не было наслоения пациентов. Валентина Михайловна Симакова, заведующая консультативно-диагностической поликлиникой, работает в краевой больнице уже лет 30. Говорит, впервые вижу настолько пустые коридоры в разгар рабочего дня. Вот в этом блоке у нас находятся неврологи, нейрохирурги, аллергологи. Это самые востребованные специальности. Ну, вот видите, в связи с самоизоляцией у нас людей нет. Ну, потихоньку будем начинать. Раньше, до коронавируса, за полдня, то есть за одну смену, поликлиника краевой больницы принимала до полутора тысяч пациентов. Сейчас в режиме повышенной эпидопасности оказать помощь такому количеству людей никак не получится. Талоны мы определили так, что вначале идет очная консультация, потом заочная консультация и повторные все после диагностических, допустим, исследований, когда уже пациент побывал у врача, то заключение мы тоже будем делать заочно. И онлайн консультирование вот в течение часа. Поэтому получается, что в течение часа мы посмотрим только одного больного. Что же делать остальным, тем, кто не попадает на прием? Надежда на телемедицинские консультации. Работайте, работайте. Мы в кабинете врача-эндокринолога. Специалист из краевой больницы работает с участковым доктором по тактике и дальнейшему введению больного с патологией щитовидной железы из Шушенского района. Ну, а что касается гормонов, вы знаете, учитывая, что такой возраст пациента, есть у него такие сопутствующие патологии сердечно-сосудистые, я бы дозу ему сейчас бы не увеличивала. Эндокринологический профиль еще не вывели на плановый прием, но работа идет. Пациенты получают медицинскую помощь, пусть на расстоянии, пусть через посредника своего терапевта, но лечатся по рекомендациям опытных врачей. С юга на север, с западом Ростов, все территории. Вот сегодня у меня проведено раз, два, три, четыре, вот это пятая онлайн. И еще заочная будет. Мы вчера онлайн проводили, но мне здесь нужна была консультация нашего профессора заведующего. Я вступила сегодня с ним проблемы этого пациента и сегодня им отправлю с ответным визитом. За эти пять месяцев врачи отлично освоили телемедицину и даже распробовали ее. Оказалось, что для работы с некоторыми категориями пациентов консультация через интернет – это оптимальный вариант. К примеру, по эндокринологическому профилю это беременные с гистационным диабетом. Они нам пишут дневнички. Вот, смотрите. То есть я, допустим, первую консультацию провела, да, и рекомендую вести дневник. Потом доктор на месте проводит дневник, вот он, то есть больного контролирует, вот он мне прилагает дневничок, и я повторную же онлайн провожу анализ этих анализов, так сказать, и даю рекомендации. Больной ехать не надо. А что же делать пациентам, которые и рады бы поехать в больницу, и дата госпитализации у них определена, но было это еще до карантина, и все сроки давно прошли. Все могло измениться в состоянии пациентов, поэтому сейчас те люди, которые стояли, у которых были определены даты, они тоже должны обратиться к своим докторам по месту жительства, и уже исходя из состояния здоровья, лечащие врачи будут направлять к нам заявки, и мы будем решать дальше или консультация, или плановая госпитализация, определять дату этой консультации. Госпитализировать будут в стационары. Они тоже частично выводятся на плановый прием. Сейчас буквально две минутки мне дайте. Мы в главном корпусе краевой больницы. Это хирургическое отделение номер два. До коронавируса здесь проводились операции пациентам с абдоминальной патологией, заболеваниями эндокринной системы, выполнялась трансплантация почки. На время карантина сюда перевели гематологическое, неврологическое и терапевтическое отделения. Те пациенты, которые находились уже в очереди на госпитализацию, мы эту очередь внесли в лист ожидания. И сейчас, когда мы будем поэтапно открывать стационар, пациенты будут с этого листа ожидания приглашаться на госпитализацию. Оценить, насколько увеличилась потребность в районах края, именно в оказании плановой медицинской помощи, сейчас достоверно невозможно. За время карантина новую очередь на операции и стационарное лечение не формировали. Соответственно, формально очередь не выросла. Но накопленность заболеваемости, конечно, есть. В особенности по ряду специализаций. Их и открывают первыми, начиная с 10 сентября. Это профили кардиологии, гематологии, неврологии. А по хирургии это кардиохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, урология. И еще отделение нарушения ритма сердца, травматология и ортопедия. Вот эти профили с 10 числа начнут оказывать стационарную помощь пациентам плановым. Дальше, в зависимости от освобождения отделения из базового инфекционного госпиталя и освобождения медицинского персонала, мы будем второй, третий этапы запускать и другие профили. Алгоритм действий для желающих попасть в краевую больницу не меняется. Есть четкий порядок направления, плюс одно дополнительное и обязательное условие. Единственное изменение важное, которое коснется всех пациентов, кто будет планово госпитализироваться в больнице, у них необходимо, чтобы был анализ на COVID-инфекцию отрицательную, не ранее, чем за 7 дней до планируемой госпитализации. Без справки с результатом отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию пациент не сможет попасть на прием. И еще один важный момент. Часть диагностических исследований больница отдала на аутсорсинг в частные клиники. Так, компьютерную томографию, колоноскопию, ФГС, УЗИ сосудов и так далее пациенты будут получать не в государственной краевой, а в коммерческих больницах бесплатно. Больного записывают на это исследование. Он приезжает к нам вообще не заходя, проводит это исследование. Затем Оксане Викторовне поступают и в диски, и заключение специалистов. То есть пациенту вообще нет необходимости сюда приходить. Подытожим. Краевая больница возобновила плановый прием. Поликлиника уже работает. Стационарные отделения начнут принимать пациентов с 10 сентября. Это значит, что всем, кому необходимо, пора идти за направлениями. В начале программы я упомянула о том, что получила приглашение на диспансеризацию. Насколько я знаю, сейчас многим приходят такие сообщения. Рекомендую обратить на них внимание. Больница открыта, и все этого ждали. Сейчас самое время пройти профилактический медицинский осмотр. На сегодня все. Это «Наше здоровье». Новый выпуск программы смотрите ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова